Ребят, всем привет! С вами я, Кира. На это у нас, короче, вчера, сегодня тут просто цирк циркачный, я вам скажу. Это вообще, это что-то. Ну, конечно, вы сейчас не удивитесь. В общем, у меня же как бы газ-то включили, отопление, но воды как бы горячей нету. Вода идет от бойлера. Как же это объяснить-то? А вот тут у нас, короче, батареи начали греться буквально один вечер. И я увидела, что вот эта вот хрень, я не знаю, как она, она сигнализатор или как-то называется. Как вам ее показать-то? Короче, на газ сигнализатор, он там, он наверху где-то. Вот, и я увидела вчера, что он не подключен. По идее, он должен быть подключен. И вы думаете, что? Я стояла, я, наверное, решала часа два, загуглила там что-то, искала. Я взяла, значит, эту вилочку. Где она? Это злополучная вилочка. Я не знаю, почему газовики это дело вообще ничего не подключили, я это вообще не поняла просто. Вот, я беру, значит, эту вилочку и включаю в розетку. И что вы думаете? Тут, блин, такая сирена, такая вил, 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 и так громко-громко. Вот там какие-то красные эти загорелись. Этот котел, блин, что-то вообще с ним непонятно. Тут какие-то все красные кнопки стали. Я, конечно, сразу вытащила. У меня паника, что, куда, кого, что делать вообще. Все. И вот эта хрень красная, вот эта вот, она, короче, заблокировалась. И газа не стало. Ладно, отопление не стало, хер с ним, ладно, что нам не привыкать. Но и газа вообще нигде, все, заблокировалась. Я не знаю, что делать. Конечно, я звоню, ищу где-то там вот человек, который мне эту газовую трубу прикручивал, шланг. Нашла, короче, его телефон, звоню ему. Говорю, вот так и так. Я даже объяснить-то толком не могу, что произошло. Ну, он пришел, короче, эту разблокировал. Говорит, не надо ее, не включай. Ну, а зачем она тогда висит, непонятно. То есть, она для того, чтобы, если где-то какая-то утечка есть, да, то она, как бы, блокирует все, отключает. Ну, ладно, что он там не сделал, короче, эту обратно вытащил, все. Говорит, не надо, не включай. Ладно, он ушел. Я, значит, включаю этот котел, жена, отопление, да, включаю. Херак-херак, ошибка какая-то. Так, одно слово и просится. Ладно, я, значит, опять ему говорю, вот такая вот фигня. Он что-то пришел, что-то сделал. Значит, ночь нормально проспали, в тепле, все. Утро. Я захожу на кухню. Херак-херак. Ошибка. Ошибка, что же она обозначает, я сейчас вам скажу. Вот, ошибка. Там, как бы, выскакивают циферки и пишет, чего ошибка. Защитное отключение из-за низкого давления воды. Короче, я так понимаю, то, что воды вот в этом котле не хватает или что-то такое. Это я так понимаю. Вот, ну я, значит, опять же сейчас написала этому человеку. Вот сейчас жду, что он ответит, скажет, ну какая-то вообще недалекая. Ну а как это газ? Я всю жизнь боялась газа и сейчас боюсь. А сейчас еще так напряжно. Тут что-то не то, там что-то не то. Как вообще жить с этим газом? Я не знаю. Все, я съезжаю. Девочки, я съезжаю в гостиницу. Все. И еще. Напасть, это не все. У нас, короче, когда котел отключился, у нас же стоит этот кондиционер. Сплит-система, она на тепло и на холод. Я давай херак-херак, короче, ее включать. И что вы думаете, он не работает. И там, короче, пишут, тоже написано, какая ошибка. Я достала этот документ, почитала. Это, короче, ошибка того, что сломался какой-то теплообменник или, в общем, что-то такое. Е-е-е-е, красоты, это, понимаете, это вот все в один день. И еще сейчас, подождите. Ну, ладно, над этот есть гарантия. Завтра буду звонить. Пусть приезжают, делают. И еще, значит, в один же день он у меня перегорает, опять перегорают эти сраные лампочки. Три штуки сразу. Как это работает, объясните мне. Я вот, честно, я не понимаю. Ладно, лампочки я достала, заменила, все. Дальше идем в ванну. У меня каждый день тут какой-то квест просто. Ваня, значит, срывает опять вот это вот гусак или как он там называется. Ладно, у меня папа приехал, он мне поменял. Я просто это не пересчитать уже, сколько раз мы меняли вот этот краник там. Это вообще, это что-то. Сколько раз меняли лампочки. Короче, мне дали инструктаж, как сделать это. Я не знаю, я боюсь, я просто все прослушала. И мне, я не знаю, мне сказали, вот там есть синяя херня. Вот это вот. Вот это вот. И ее нужно повернуть. Это чтобы тут была где-то однерка. В газ, в газ, ребят, надо залезть. А как ее повернуть вообще? Чем? Ой, мамочки, мне очень страшно. Это надо отверткой? Да ну нахер отверткой-то. Так, фух. Господи, мне страшно. Я не знаю, я ничего не буду крутить. Короче, пока мы ждали этого мастера, он еще не пришел. Успели уже сходить в магазин. Я вчера, конечно, немного закупалась. Но сегодня мы что-то там еще докупили там по мелочи. Вот, чтобы хотя бы завтра, послезавтра не ходить в магазин. Вообще, многие пишут, когда я показываю, да, что я купила, очень часто вижу такие комментарии, что вот, типа, одни углеводы, одну там вот это, вот это, что-то сладкое, короче, одна вредятина. На самом деле, ребят, у меня всегда есть овощи, фрукты, то есть всегда есть в холодильнике. Просто они либо уже куплены, да, потому что чаще я покупаю на улице, где-то на рынке, вот, то есть в магнитах, в пятерочках я редко покупаю фрукты. Это максимум, что я могу там купить из овощей, это огурцы. Ну, там, что-то такое, если прям очень быстро надо, да. Вот, а так зачастую я покупаю, у меня всегда есть овощи в холодильнике. Поэтому не надо писать, что у меня нет овощей. Вот у меня есть там огурцы, он есть грибы, сельдерей, зеленушка, капуста, перец. Значит, у меня лука там целый мешок, моркови мешок. То есть у меня есть всегда, ребят, овощи. Не пишите, что я питаюсь одной пакостью. Также у меня есть каши. Каши я ем практически, ну, не каждое утро. Утро там омлет, утро каша. Сейчас, конечно, по моему состоянию здоровья, как мне сказали, питаться овсянкой. Поэтому я покупаю вот такую, самую обычную, самую дешевую овсянку. И еще, либо это овсянка, блин, посуду надо мыть. Либо это овсянка, либо это греча. Вот тоже такая, самая обычная. Хотя вот этот вот пакетик этот стоит что-то 87, что ли, рублей. Вот, а сегодня я покажу, что мы докупили. Некоторым просто интересно, да, потому что пишут, что да, нам интересно, что ты там покупаешь. Вот, я хочу вам сейчас тогда показать одну. И рассказать цены, потому что меня просили обязательно говорить цены. Так, порошок. Обычно я беру порошок-порошок. Капсулы беру редко, когда они бывают по акции. Вот эта вот банка стоила 170 рублей. Дальше у нас, ребята, короче, сколько раз я не пробовала сделать пельмени, сама налепить тесто. Это было очень часто. У меня никогда, никогда в жизни не получалось. Один большой, другой маленький. Один слипается, третий не слипается. Короче, я решила. Да, пусть я побуду лентяйкой, но я гарантию даю все 200, 300, 500 процентов, что у меня даже из готового теста, из готовых красивых кругляшов у меня не получится. Не получатся пельмени. Так, значит, такая упаковочка стоит 60, 80, а, 89 рублей. Губки, 9 рублей. Так, бананчики нам сегодня на вечер по одному. На сколько они вышли? На 35 рублей. Так, помидоры черри. Помидоры черри, 99, 100 рублей. Кстати, эти, кстати, это вкусненькие, недобрые. Йогуртик, там у меня Вика пьет. Так, сыр. Значит, вот этот сыр, он на егурлык. Он наподобие камамбер. Камамбер бывает иногда себе позволяю. Вот это наподобие него тут, просто поменьше. Грамм, там 150, в этом 125. Тот стоит 279, а вот этот стоит 179 вроде. А, этот 189 стоит. Но он очень похож, очень похож. Так, это я взяла фарш. Домашний. Домашний фарш. Значит, 242 грамма на 72,30. Видите, да? Килограмм стоит 300 рублей. Так, вот у меня Милкая очень любит такую колбаску по 125. Вот такое вот печенье. Сдобное с кунжутом на 55 рублей. Ну, кстати, вкусненькое. Утром можно даже с чаечком несколько штучек так заживать, так сказать. Ну, как, конечно, без шоколада. Так, шоколад по акции. Вот он 69,90. А так он, вы знаете, что он так дороже стоит. Так, ломтики. Конфеты, говорю, блин, конфеты дороже, чем мясо. Вот, милки, вы, отгадайте, на сколько вышли? Ну, ребят, на 107 рублей. На 107 рублей. Так, дальше у нас идет сахар. Кстати, сколько сейчас стоит сахар, ребят? Давайте посмотрим, сколько стоит сахар. 47 рублей. Просто я сахар не ем вообще. У меня только мелкие в чай кладут. Я не ем вообще его. Уже не знаю, сколько миллион лет, наверное. Так, стучки в чаю. И вот такие вот, так, пасту. Ладно, будем называть паста. Эти бантики. Мне врач сказала, что мне нужно. Это есть пшеницы флёрдых сортов, короче, есть. 99 рублей. И всё вместе у нас вышло. Всё вместе у нас вышло вот. На 1412. Вот такие вот, ребят, дела. Ещё, короче, я поменяла. Не поменяла, а сделала, наконец-то. Стекло на телефон защитное. Всё, блин, хотела, хотела. И спустя год, как у меня телефон, я сделала вот такое стекло. Вот кто, кстати, знает, сколько вот такая фирма стоит, напишите в комментарии. Потому что, мне кажется, меня чуть-чуть надули, а может, наоборот, не надули. Вот такая фирма. Значит, на ценнике было 1290. Она говорит, сейчас у нас типа-типа акция. И сделала мне за 650 рублей. То есть, скидка 50%. Так что, скажите, кто знает, сколько стоят вот такие вот стёкла. Так, ну, в принципе, всё, ребят, на этом. Я сейчас это всё уберу. Сейчас скоро должен подойти ещё этот газовик. И разденусь и буду лепить пельмени. Посмотрим, что получится. Я вам, кстати, покажу. Так. Ну что, я налепила пельмени. Я вам скажу, что это реально работает, это тесто. Там, видимо, у меня были проблемы с тем, что там с тестом было. У меня что-то не то, может. Ну, тут, я вам скажу, конечно, они красавцы. Красавцы, но более-менее, более-менее, знаете, я даже прям, я довольна, я рада. Вот, смотрите, смотрите. Это я сама вот этими ручками. Не, ну, на самом деле, они какие-то все неровные. Вот это самый первый пельмени. Капец. Ну, я не знаю. Ну, нет, это, конечно, не сравнишь, кто лепит постоянно. Я ни разу в жизни не... Нет, я пробовала, но у меня никогда не получались. О, да и сейчас тоже особо что-то легче. Ну, ладно, сейчас попробуем. Самое главное, чтобы они были вкусными. Нет, самое главное, чтобы они у меня не развалились. Я уже их, это, подморозила. Надеюсь, не развалятся. Сейчас скажу вам, не развалились. Посмотрите, мне они очень нравятся. Не знаю, как вам, но они прям все, знаете, один к одному. Ничего не развалилось, ничего не расклеилось. Ну, значит, они 100% вкусные. Все, ребят, я кушать вот со сметаночкой. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok